доброе утро доброе утро всем беларусь гумель сегодня в нас пятница кажется 12 число августа 12 вот вы на канале жизни слезы и любовь пришел к нам человек который убирает убирает территорию это редкость сейчас жкх сгруппировываются и ходят бригады по 5-6 человек может быть взяли человека на 25 на 27 дом пошел человек яблочко подобрать грушку съелся с яблочко спито штрихель падает помните у кого есть дача есть такая яблоня детства штрихель очень вкусное яблоко штрихель осенняя именно вот конец августа начало сентября я все время яблоки штрихель брала в школу мне все время мамка в портфель ложила два яблока и если честно я одно яблоко подобрала вот это вот сел и мне напомнило детство и я его больше не хочу потому что все детство яблоко штрихель было у меня в портфеле в школе вы знаете так часто все вспоминается то что в детстве надоело потому что было одно однообразие в детстве просто однообразие яблоко штрихель тебя в портфеле школьный коржик за 7 копеек куплены в буфете тебе давалось только 7 копеек только на коржик не дай бог не 8 копеек не 10 копеек вот так так что все что у меня было в детстве все это сейчас как-то отвращает не знаю вот такая вот я хотите осуждаете хотите нет так что яблоко штрихель я теперь даже не купила бы и не ела бы я же говорю что одно яблочко позавчера подняла но вкусно но все мне напомнило детство я не хочу человек сейчас будет убирать что вам хочу сказать сегодня ни за что не берусь вчера мне посоветовали крышку в духовку отковырнуть ножом эту расплавленную ручечку и прицепить другую вот не могу я это за сегодня взяться лежит на виду и крышка и ручка и не могу я взяться вот и поэтому будет лежать до завтра парикмахерской сегодня тоже не сходила потому что ну вот потому что потому что задержалась лишний час в постели вроде проснулась 7 часов убрала свои орхидеи с окошка вот и прилегла прилегла и заснула заснула я и проснулась я где-то половина десятого а это лишних полтора часа я провела в постели и поэтому и поэтому это минус моим шести часам свободы и поэтому я уже как бы ну не сделала запланированное то что я хотела сделать на сегодня вот вот так вот и летят дни вот так и все проходит у меня бесследно вот что хочу еще сказать а ничего не хочу не сказать больше ничего не хочу не сказать а чё-то он не убрал а чё-то он пошел дядечка ручку съел яблочко съел и пошел а куда он пошел уже должен убрать прошлый раз он убирал уже один раз а гроши хочет дядечка худенький такой в моем вкусе пошел на общагу общагу это убирает другой человек нет у меня я бы эти груши быстренько сух 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 я когда работала и в первую очередь к грушу подходила убирала грушу в первую очередь ой не знаю что делать что делать сейчас чем заняться на улице ветерочек он белье гоняет моего там нет ничего у меня стирки нет кто-то мне спрашивала что вы не доверяете современной стирки что вы только кипячению доверяете девочки я не доверяю кипячению я кипячу только мамино белье свои кипячу я только кухонные полотенца кухонные полотенца я кипячу отбеливателю из отбеливателем тогда они беленькие вот куда он пошел дворник наш стиральную машинку я уже говорила несколько раз зачем она мне я живу одна это сколько мне надо насобирать 3 пары постельного чтобы загрузить 5 килограмм белья это сколько мне надо насобирать своих вещей чтобы прикрутить в машинке зачем я пришла с города у меня маечка вспотевшая ее в тазик быстренько чуть-чуть порошочка то и без порошочка просто водички прополоскаю чтобы пыль и пот убрать вот если это майка чистая 1 раз если в городе где-то вспотел вот порой даже не не стиральная порошка come no чуть чуть одну капельку люблю шампуни для головы прополоскаю шампуньки потом пропала именно прополоскаю не постираю прополоскаю шампуньки потом прополоска и у такой проточной чистой водички вешаем на вешалочку ванная нас течет все у меня стирка не собирается поэтому мне стиральную машинку-иметь не надо я живу одна под одеяльник и простынь я руками постираю с большим удовольствием это этот раз у меня получилось 2 2 комплекта постельных а так у меня никогда не собирается никогда я стирать люблю и поэтому я все прожмякаю руками да 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 прожмякаю постельная наша не сильно грязная мы каждый день принимаем душ каждый день моемся поэтому постель не грязная постель стирается только от пота от всех этих чешуек которые отпадают с нашей кожи микроэлементы вот вот такая вот молодежь у нас живет в малосемейке вся вся молодежь вот если кому-то что-то надо обратиться никогда не обратишься потому что все старые мы которые вот получали эту малосемейку все попродавали квартиры или сдаем сдаем квартиры поэтому у нашей малосемейки старожилов может со всей малосемейки человек 15 не больше а так как вы скажете обратись к соседу или к соседям нету нету нас никого никого у нас все молодые класс вот болтаю с вами вы меня не видите а мне нет настроения сегодня показываться вот сколько я вам рассказываю надо убрать соцветия надо убрать соцветия я же не выхожу на свою клумбу вот там пропало там еще чисто а тут вообще уже начало зарастать мне нет ни на что охоты ни на что совершенно ни на что у меня нет охоты нет настроения вот сидела бы или лежала бы и все я вчера через силу пошла на победу за батарейками думаю просто чтобы выйти мне вы думаете нужен был этот пульсоксиметр а там кто-то мне писал впервые видит пульсоксиметр девочки ведь пульсоксиметры появились может они были раньше ими не пользовались вот как ковид пошел я даже сейчас когда прихожу к своему терапевту участковому она меряет давление цепляет на палец смотрит сколько кислорода в крови или в крови или в легком ведь первая цифра показывает кислород вверху 99 98 97 я сегодня утром померила у меня 99 а что хочу сказать после ковида у меня было 97 96 а сейчас вот уже прошло полгода после ковида у меня 98 99 все-таки организм уже без ковида так она больше кислород показывает там не пульс не столь важно столь чтобы посмотреть сколько у тебя кислорода в организме в крови или в легком где там кислород показывает определяют участковый врач все время цепляет нам на пальчик этот препарат постоянно вот я приходила последний раз она мне давление я говорю да не меряйте вы мне я говорю все у меня нормально на давление и на палец тыц я считаю этот препарат дома иметь нужно и особенно в дороге если куда-то едешь тебе вот стало плохо сердце заходится ты сразу его тыц нацепил там сердцебиение допустим показывается в 85 все ты уже знаешь что тебе надо там валерьяночки или корвалодчика накапать он маленький он сумочки валяется и все он места не занимает он легенький совсем так что кто у меня там спрашивал про пульсоксиметр что первый раз в виде видит он уже все время и в скорых скорая когда приезжает сразу цепляет тебе пульсоксиметр на палец без этого препарата уже мы наверное не представляем себе жизни все кто-то мне звонит давайте пока пока идет наша почтальон я выследила объект сейчас посмотрим сейчас посмотрим как она сядет в свою машину и укатит вот так мое свободное время и уходит на что не на что вот пик пик человек сел и поехал дальше вот а говорят что бедные все на личном автомобиле развозить почту и никто не плачет то не хватает бензина не хватает солярки денег не хватает на бензина вот села и поехала вон сама за рулем вот так это вам не просто так это не хухры-мухры а наш город гомель сейчас 13 часов 15 минут вы знаете чем я занимаюсь я решила помыть свои кисточки которыми пользуюсь вот решила помыть все кисточки первый раз в жизни мой мыло кисточки вот эти маленькие кисточки мыло в мытье для в средстве для мытья посуды фэри чем очень жалею потому что видать попала вот сюда вот в закрепление и трудно вымывалась вот так вот сожмешь кисточку оттуда пена шла так что еле вымыла это средство для мытья посуды фэри больше никогда не буду им пользоваться для кисточек вот вот это уже мыло в шампуне в стакан налила шампуньки в стакан и вот так вот побарахтала вот эта кисточка была куплена в магазине вот эта кисточка фикс прайса она вот так вот прячется вот эта кисточка у меня для румян это кисточка у меня для пудры но это тоже вот размазывать консилер у меня кисточка консилер размазывать ну вот это если что-то я задумаю придумала но все мокрая а вот эта кисточка я пометила лаком взял взяла лаки она мне специально для черных теней вот для черных теней я их размазываю а эта кисточка когда-то я под бровью проводила белую перламутровую полосочку под бровью вот так что это тоже помыла сегодня у меня такой вот санитарный день нет настроения вообще и вот так вот копаюсь обычаем но кисточку от пудры давно хотела помыть потому что эти долго не моешь кисточки они пахнут таким вот нательным потом как и белье постельная которая долго лежит грязная в ванной она пахнет нательным потом и таким вонючим я не знаю вот так вот пахла эта кисточка и поэтому я ее уже сегодня помыла вот будет сохнуть сколько она будет сохнуть не знаю вот помыла все свои кисточки еще правда у меня одна есть но я ее недавно начала и я ей тоже она у меня для пудры для пудры когда под глазами наносить этой под глазами не нанесешь потому что ресницы замажешь размажешь а это именно под глазами для пудрочки нам окна помахнуть так и чик чик эту я не мыла потому что я ее недавно недавно ее начала использовать одна кисточка у меня провалилась вот сюда но это еще очень давно вот здесь нету бордюр чека я тогда не сделала вот такой вот бордюрчик который вот он или вот такой вот я не сделала и сюда все проваливается чего там только нету можно конечно было снизу досточку оттуда вот отодвинуть и выколупать но потом вдруг я отодвину вот эту вот досточку а потом вдруг я ее не придвину не поставлю никто мне будет это все делать и поэтому я не трогаю сюда много чего провалилась и таблетки сюда подали и кисточка сюда подала и косметический карандаш сюда подал все сюда подала кто-то из зрителей мне сказал что у вас стоят непонятные пластмассовые цветы вот здесь вот на травке было такое вот соцветия его ободрала принесла тюльпанчики все равно у меня вазочка с искусственными цветами стоит здесь здесь страшный угол здесь не было запланировано кладка плитки это уже потом я положила две плиточки сюда вот и поэтому здесь страшный угол и этот страшный угол закрывает вазочка с искусственными цветами кто бы что мне там не писал вот как то вот так как то вот так занимаюсь одной ерундой кисточки вам показываю углы вам показываю вазочки искусственные все пока мне некогда девочки мальчики хочу с вами немножечко поболтать минут пять умножить на три вот сегодня занимаюсь обычаем то кисточки мою как-то хожу вот так вот туда-сюда даже никуда не выходила сегодня не в магазин никуда вот дело в том что если ты проснулась мне болит голова жутко во сне заболела голова я сразу тонометр тыц нормально 140 это мое от этого гол голова болеть не будет поднялась походила походила позавтракала болит голова тонометр 135 но нормально сердцебиение нормально нижняя болит голова сейчас выпила одну таблетку цитрамона выпила одну таблетку надо две на мой вес цитрамон пьется от веса человека выпила одну таблеточку потому что потому что думаю что пройдет само вот болят виски вот так вот поламывает тут лом тут лом тут лом вот вся голова болит вот давление нормальная так что боль без давления она не так опасна чем боль при давлении вот хочу затронуть вчерашнюю тему у нас с вами как я что-то сниму у нас тема продвижения продолжается дня два или три вот у других блогеров не так вот она сняла они там обсудили и все а у нас с вами продолжается девочки магазин элема я знаю это хороший магазин брендовой одежды я уже говорила я когда-то купила пальто элемовская я вот лежала и вспоминала где же я работала и сколько лет я его проносила оказывается я его купила когда пришла работать жкх жкх я проработала 13 лет я только в том году не вот эту зиму вот что было вот а то зима я только после той зимы его выбросила потому что на нем не было лица единственная сигнал от капюшона пушок пушок валяется ну на капюшоне пушок то пальто но на нем не было лица уже потому что за за столько лет она уже хоть и стираная там уже баллоне блестит и она ну никакое уже там и пуговицы и замок двора заменялся вот дело в том что то пальто было еще пошито по той моде до стёганая баллоне вая она ну вот мне задали вопрос вам бы стёганая баллоне вая одну минуточку вот моя синтепоновая куртка секонд-хенд вот такие вот на баллоне вот баллонья я называю баллонья да вот она как простёгнута здесь плохо видно вот зигзагами такими вот она на синтепоне как бы вот таких вот куртках таких вот польтах ходит весь гумель у нас не знаю как где но сейчас вот это вот самый оптимальный вариант баллонья на синтепоне и это зимой с капюшоном капюшон мехом там приколотыми сейчас все ходят в таких вот и поэтому зимнее пальто тканевая драповая кашемировая или еще какой то я не представляю вот самый хороший вариант вот баллонья и поэтому я вчера спросила стёганая пальто есть она говорит есть нас просто двое они находятся в том зале находится под замком вот вот такое пальто я хочу купить себе еще на зиму именно баллоньевая стёганая пальто я не спорю магазин брендовых вещей да магазин хороший может быть висят и те модели хорошие естественно те модели хорошие если модельер придумал если государство пошила значит модели хорошие я такой воды не понимаю это мода не под мой возраст мне уже за 60 и надеть мне такое пальто я буду выглядеть но я не знаю кем во первых купить такое пальто я вчера же в комментариях отвечала некоторым нескольким людям купить такое пальто надо иметь соответствующие сапоги очень дорогие кожаные красивые сапоги надо иметь очень дорогую хорошую сумочку а не ту которую я ношу вам все время показываю надо иметь красиво уметь завязывать шарф на пальто надо иметь кожаные перчаточки что у меня с роду их не было я всегда ношу тряпочные перчатки такие эластичные черненькие надо все что было одно к одному купить такое пальто за 400 рублей за мою пенсию это в принципе проблема но если задаться целью это не проблема можно долги влезть купить но потом же надо тебе купить соответствующие сапоги соответствующую сумочку соответствующий шарфик соответствующие перчаточки а не то что я куплю то пальто возьму вот этот пакет вот фикс прайса и пойду до мамки как это будет смотреться вот вы мне писали кому нравится вчера модели что показала кому не нравится как вы себя представляете меня в том пальто и вот с таким пакетом и я пошла к мамке а еще если я вам покажу свои сапоги которые были куплены 6 лет назад то вы вообще упадете так это сколько надо мне пожилому человеку который седьмой десяток сколько мне надо средств чтобы к этому пальто купить еще кое-что нет это во первых во вторых я уже сказала я такой моды не понимаю пальто на пуговицах с потайной застежкой пояс широкий завязывается на животе я вам платье она сделала с поясом я на животе пола пояс завязала у меня и так живот но небольшой но он есть и плюс еще тут будет на узел пальто завязано да это что это на крокодила вообще пальто под пояс это не пальто я не знаю пальто под пояс это надо вот на такую вот у которой анорексия тогда ей пальто под пояс красиво носит да красиво так что девочки элема не вся мне подойдет потом мне там написали мы ждали что вы померите девочки чтобы мне померить на камеру мне надо чтобы со мной рядом кто-то стоял федя гриша стёпа валя оля аня таня чтобы меня снимали как вы себе представляете стоит над душой продавец я одену пальто и сама себя включу и буду вот вы во первых не увидите как она на мне в зеркало отражение будет совсем другое в зеркало будет отражение как все равно на на витрине стоит как его манекен это надо чтобы вот как моя наталья находит по магазинам с дочкой дочка ее снимает она все правильно у него у меня нет оператора личного и поэтому померить вам его там я бы не смогла вот это второй вопрос третий вопрос вы меня извините что я может вчера вам хотелось а больше показать я бы показала больше но вы представьте я держу телефон на расстоянии вытянутой руки и как я вам второй рукой могу вот так вот держать модельку вот и вам показывать мне просто это неудобно а снять модель с вешалки снять и повесить ее вот так вот отойти на метр и вам снимать ее ну понимаете это же обратишь на себя внимание всего народа всех продавцов всех охранников вот я еще раз повторяю чтобы снять что-то магазине надо два человека чтобы один человек шел с камерой а я рядом так и продукты снимать неудобно когда стоит рядом с тобой второй человек и держит камеру направляет на вещь или на какой-то товар на мебель это совсем другое дело один на расстоянии вытянутой руки ты качественно не снимешь особенно одежду и поэтому я вчера так просто с большего пробежала я не знала что есть там магазин я не знала вот но меня это немножко успокоило вещи конечно за цены конечно заоблачные вот но я не собираюсь драповые но я называю драп там кашемир там еще что-то я не собираюсь такие пульта покупать даже если бы не стоили дешево я не я такой моды не понимаю накладные карманы под пояс потайная застежка пуговицы мне надо вот стеганая баллони вая на замке все можно тоже купить стеганая баллони вая на замке с прилично обшитым капюшоном мехом и носить вот про что там еще я а мне написали зарегистрироваться на ваубере все девочки только одно слово я ваша прочитала что мне надо зарегистрироваться мне уже прилив пришел мне уже поплохело я не умею регистрироваться на сайтах я пробовала сколько раз регистрироваться неправильно ввели код неправильно ввели пароль выдают такую рамочку там какие-то закрученные цифры друг за друга напишите что вы видите пишем что я вижу вы неправильно еще раз код манала бы я эти регистрации на этих сайтах я одна и помочь мне некому и поэтому даже если вы меня и зарегистрировали я не пойму как можно сайта что-то заказать я просто не пойму я пробовала набирать куфор набрала на куфор выскочил куфор там вот такая лента немножко я прогортала там ничего нету на том куфоре я там ничего не могу найти я короче девочки мне 63 года я рабочий класс я никогда не была связана с бумажками и с авторучками я никогда не была связана с компьютером и поэтому мне что-то разобраться мне очень тяжело мне вот показали как снять видео и как его выложить все я больше ничего не умею показать мне некому сейчас вы будете писать а где же ваши дочки я повторюсь еще раз что мне беспокоит дочку стиль маша ирина приедет покажи мне как мне на вал берез зарегистрироваться как мне ирина на вал берез пальто заказатели как мне ирина на вал берез маме подгузники дешевые заказать как вы это себе представляете я буду срывать взрослого человека кому из-за маминой прихоти я это уже говорила не не один раз я не хочу беспокоить детей своих и это не столь важно да я очень завидую я бы памперсы дешевые заказывала с любого сайта где они есть и нам бы обходилось намного дешевле хоть нам и оплачивают четыре месяца в году памперсы но остальные же месяцы мы покупаем за свой счет да и поэтому я бы была рада но увы я не могу этого сделать поэтому мы сейчас наши четыре месяца закончились первой группы поэтому мы сейчас покупаем памперсы по дорогой цене по такой которые в аптеке в магазине умыть техники а себя умела пользоваться вал березом если я умела пользоваться сайтом я бы заказала за копейки те самые памперсы что-то еще хотела сказать вот я ответила на вопрос писали мне что вы любите все притали надо девочки и я считаю что я это мое мнение для меня я считаю что женщина должна носить вещи которые подчеркивают фигуру пусть она плохая жирная толстая полная но они должны подчеркивать фигуру я не хочу чтобы кого на мне висела кусок тряпки вот как алла пугачева на всю жизнь проносила кусок тряпки на своих плечах у нее всю жизнь были разлетайки я такого не хочу мы с вами фигуру аллы пугачева никогда не видели какая она я не хочу такого да я нашу вот приталенные майки меня вот даже дома вот на мне вот майка где-то вот она вот вот приталенная все складочки видны вот я люблю так я так люблю это мое это мое тело оно мне дано природой и чего я должна на эти складочки вешать кусок тряпки кусок трикотажа чтобы оно было свободно ничего не было видно все равно по человеку видно если он носит балахон значит он под балахоновой одеждой что-то скрывает все равно же ты дурню ясно так зачем мне скрывать это мое это мои складочки человек прекрасен в любом виде и не надо это скрывать не надо скрывать не веночки на ножках не складочки на теле ничего не надо скрывать да мне очень нравится приталенная одежда мне даже если на сантиметр трикотажная майка мне большая я иду в ателье и ушиваю я так люблю у меня одно единственное было пальто балахоном я его выбросила когда моя ирина была в италии хозяйка передавала пальто черное хорошая драповая но была трапеция пошита тогда были трапеции в моде одно время носили я его один сезон поносила я его выкинула на мусорку хорошее итальянское пальто я не люблю балахоны я не люблю трапеции во-первых мне не идет я не высокого роста не идут мне трапеции не идут мне балахоны и не идут мне блузки которые закрывают бедра майки блузки удлиненные мне надо чтобы все у меня блузочки были до пупа или низу пупа укороченные я не стремлюсь закрыть свои бочки которые у меня выпирают висят пусть выпирают это я это мое тело это моя красота и поэтому что я люблю все в облипочку да девочки я люблю вот такой я человек я все вшиваю все утягиваюсь все и поэтому и поэтому вот так все печально а вот такое вот пальто вот такого вот вот типа на баллоне вот стёганая я хочу девочки я наверно схожу еще раз вот появятся у меня средства я схожу я наверно куплю я должна на зиму купить себе нормальное стёганая баллониевое пальто фирмы элема дело в том что как-то зашла была у нас элема не помню в каком-то торговом центре только что там опять такие фасоны вот у меня элемовское пальто было но было приталенное вот так вот приталенное и книзу чуть-чуть расширенное но было на замке с капюшоном меха было оно было вот так вот и приталенное чуть-чуть расширенное сейчас шьют мешки вот просто мешок хопа и все то есть ты будешь идти а вот здесь вот сзади у тебя будет подушка такая вот свободная типа трапеции вот единственное что сейчас шьют так шьют так ну придется купить а что мне делать я уже несколько лет хожу секонд-хендовской куртки хожу куртки которая от славянки наша витебская фабрика славянка куртка очень теплая мне даже ее жалко и выбросить будет потом вот такие вот дела ответила я на некоторые вопросы и поэтому я есть я я рассуждаю так как мне это вот доставляет удовольствие как я ношу одежду какая я вот я не могу согласиться с балахоном я не могу согласиться со свободным платьем которое будет вот так вот на тебе летом трепыхаться я не могу мне такое не идет мне идет все приталенное вот такие вот дела так что на все я вам ответила везде трудно одной трудно заходить в магазин трудно что-то показать потому что у тебя в руке камера второй рукой ты ничего не раздвинешь никакой товар не покажешь не вывесишь его перед камерой поэтому очень тяжело а мерить тем более так что девочки я одна и не на кого мне надеяться и вот эти разные заморочки регистрация нашла я нового человека который мне помогает по компьютеру но человеку же я не буду грузить что помоги покажи мне как надо мне на вал берез зайти покажи мне как мне надо зарегистрироваться зарегистрируй меня я же я не буду человека дергать правильно правильно так что все как-то так поиски продолжаются кого интересует звонил один мужик мне с орши я говорю до свидос он говорит до свидос звонил вчера ну оршанского я не дала этой самой любе с речицы звонил вчера мне рогачев вот рядом с нами рогачев рогачевская продукция молоко рогачевская звонил мне я говорю ну и что мы с вами будем делать я грудь для совместной жизни не собираюсь я говорю мне нужно для дружбы и общения он говорит тогда извините я взяла этот номер телефона отдала любе на это но сегодня звоню я грудь любо что ну люба тоже видать как говорят за закопалась в мужиках за счет меня за счет меня за счет моих телефонов которые я ей продиктовываю ой там метр девяносто свой рост сказал а я метр пятьдесят три и как я с ним буду смотреться игры либо тебе сколько лет она грит 68 будет я говорю вот шестьдесят восемь лет ты не хочешь себе мужчину под метр девяносто ой а как я с ним буду вот это самое я грудь я чуть не сказала люба ты зажралась но вот зажрался человек столько телефонов она передержала в руках столько я ей продиктовала вы хоть записывайтесь записывайтесь 18 минут столько телефонов я ей продиктовала и она ну да там были беспутные там были алкаши бездомные все такие вот кто звал кто звонил но это же нормальный мужчина в рогачеве живет один в квартире разводной чего она не хочет его я не знаю тем более на начале обрадовалась о рогачев со мной рядом где речицы рогачев тут рядом недалеко потом когда она узнала что он метр девяносто она отказалась ну вот вы говорите я не знаю чего хочу а чего хочет люба с речицы она сама тоже не знает чего она хочет это люба с речицы уже нормальный мужик допустим с рогачева с квартира в любое время можно отказать пусть едет к себе на метр девяносто ей помешало кому что сказал индус слезая с обезьяны сейчас кто-то скажет у вас пошлый канал такая пословица есть кому что сказал индус слезая с обезьяны кому что кому рост мешает кому тросточка мешает кому внешний вид мешает и поэтому сейчас опять мне будут писать в этом возрасте трудно да трудно но мы ищем и будем искать и будем двигаться только вперед ой вчера я такой беды наделала своей маман вчера я ее уложила спать надела ей памперс а в нее единственный пролежень на бедрочке он уже все сросся там вот такусенькая вот такусенькая щелочка осталась и мы всегда на этой щелочке когда памперс застегиваем мы делаем ножничками надрез когда сделаешь на памперсе на боковой здесь вот бумажечки надрезик эта бумажечка раскрывается этот пролежень дышит немножко и то есть свободно кровообращению а вчера я ей памперс нацепила перевернула ее к стене и забыла ей сделать надрез сижу на кухне жду пока она уснет только на час и посмотрела думаю без 10 11 22 50 думаю надо мне переодеваться я быстренько переодела и слышу она кричит света я подхожу я говорю что ты хочешь хочешь ругай меня хочешь не ругай меня но мне так болит вот здесь вот ты наверно не сделала надрез я свет не выключила потому что с кухни отсвечивает я убрала стулья которые мы ей представляем чтобы она не упала посмотрела я действительно не сделала надрез на памперсе я взяла быстренько и сделала надрез она говорит ну вот хоть перестала дергать но она сонная была вчера то есть она лежала ей это дергал этот пролежень потому что он был сжат этой бумагой сбоку вот и она терпела ну ладно я взяла ей опять этот как я смахнула бутылочку с водой которая стоит у нее на столе как я прокинула я не видела может потому что я уже спешила домой я устала был 11 часов я быстренько эти стулья опять придвинула привязала их веревкой кровати а потом думаю я же не поставила на утро кукурузные палочки прихожу в комнату с этой мисочкой кукурузных палочек лежу бутылка на бекрень и вся вода с бутылочки но там 200 грамм нету той бутылочки детская такая вот сосочка и вся вода ей вытекла нам она была отвернута лицом к стене и вся вода подтекла на подушку под подушку и почти под ее спину и возле ее спины это вода закончилась что мне делать 23.00 я беру махровое полотенце подлаживаю на этот тюфяк на эту лужу но там не лужа но мокрая но все упитала я беру махровое полотенце а я же начала около нее уже шурудить она ну что ты меня трогаешь я спать хочу я хамру лежи вот так вот взяла подсунула махровое полотенце а подушку взяла перевернула мокрым вот так вот вверх написала сестре записку я боюсь я боюсь сегодня в четыре часа идти туда что мне сестра напишет я не знаю если что-то мне напишет я вам сфотографирую что она мне напишет так что я вчера сама бра кинула бутылочку с водой маме на постель все мокрая подушка мокрая от 200 грамм воды вся пол подушки мокрой и потекло под подушку и даже дотекло до ее спины но я там подложила на если ночью будет ворочаться она будет на махровой простыни так что такую беду я вчера своей маман сделала вот такие дела девчонки сегодня такой вот влог абы какой два часа сейчас загружу вам его все мои хорошие не обижайтесь нам на меня не думайте что я вам грубо ответила насчет одежды насчет магазина просто я вам рассказала так как люблю носить я люблю все свои жировые складочки как у гусеницы показывать потому что это мое это все естественное это не губы надутые силиконом и не грудь надутая силиконом а это натуральная жировая складочка понимаете натуральная натуральный продукт все девочки давайте пока пока всех люблю всех целую извините что сегодня такого ничего особого не показала вам ну вот час до трех до четырех часов еще что-то буду может мыть перемывать дома кисточки помыла и добре что что-то что-нибудь еще может переложу все а видео вам сейчас это обязательно загружу давайте мои хорошие пока пока всех люблю вас всех уважаю всех понимаю всех обнимаю всем мира кто на горячей точке всем мира всем добра счастья все давайте пока котику молочка налила кошечка это это кошечка а стерилизованная поэтому она такая он толстая молочка налила надо из дому принести такую пластмассовую штучку а то это я с коробки из-под пищевых продуктов но сейчас помою молочко пьет сегодня у меня нету ей ничего но молочко это тоже еда кстати говорят кота молоко нельзя пить с головой влезла в эту банку на глубокая все пойду это у меня новое молоко вскипит это я есть старая вылила кипяченая